В правительстве региона вновь обсудили ситуацию с коронавирусом. В этот раз речь шла о новом штамме Омикрон. Специалисты рассказали, как развивается новый штамм и когда ждать пика заболеваемости. Вчера состоялся очередной штаб Министерства здравоохранения Российской Федерации под председательством Мурашко Михаила Альбертовича. И было уже представлено ориентировочное число заболевших. Это кратное пяти число заболевших от октября до ноября. При пересчете ровно те же 13 800 человек. Также было сказано о том, что в больницах будут подготовлены места для заболевших и начнут свою работу мобильные точки по проведению экспресс-теста на наличие в организме инфекции. Кроме того, специалисты просят магаданцев соблюдать меры профилактики. Меры противодействия коронавирусной инфекции остаются прежними. А именно, это соблюдение ограничительных мероприятий наряду с иммунизацией. Правильное ношение масок, мытье рук, социальное дистанцирование, проветривание помещений, дезинфекция поверхностей – все эти меры были, есть и остаются эффективными. Напомним, омикрон-штамм зафиксирован уже в 13 регионах страны. Как утверждают медики, скоро он появится и на Колыме. Свой юбилей отмечает почетный гражданин Магадана, полковник органов ФСБ Таймурас Увижев. В военно-патриотическом центре «Подвиг» чествовали именинника. Более 30 лет Таймурас Увижев прослужил в органах безопасности. Он награжден государственными наградами за мужество и отвагу. А еще нагрудным знаком ФСБ России – почетный сотрудник контрразведки. Юбилеар отмечает, что сегодня очень важно военно-патриотическое воспитание молодежи. Я думаю, все-таки кадетские классы, наверное, поздно возродятся. И таким способом, или такая форма воспитания позволит подготовить и юноши, и девушек к взрослой жизни вполне самостоятельными. Они, к сожалению, не всегда проявляют интерес к своей истории. По словам Таймураса Увижева, с детьми нужно постоянно и кропотливо работать, рассказывать все на примерах. С юбилеем полковника поздравили и курсанты центра «Подвиг». Они прочли стихи, а также показали сборку оружия. Поздравлением присоединился и мэр Магадана Юрий Гришан. Поздравляю вас с праздником, Таймурас Рамазович, с юбилеем, здоровья прежде всего. И хотел бы, ну, конечно, поздравить юбиляру цветы, без них праздник никак. Наши поздравления от всего города, это не от меня, а от горожан. Букет тоже от горожан. Ну и вам вот настольный наш такой подарок с гербом «Россия» и гербом «Магадан». Спасибо большое. Аплодисменты. Вечерний Магадан присоединяется к поздравлениям и желает Таймурасу Рамазановичу крепкого здоровья и долгих лет жизни. Аплодисменты.